что лучше пуллер или игрушка полер или игрушка привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег напоминаю вам о том что вы можете поддержать канал пойдя по ссылочке внизу донаты принимается от 1 рубля от 1 гривны в общем абсолютно с любой стороны можете послать какой-то донат и если у вас нету такой возможности вы можете просто смотреть и не пропускать рекламу тем самым вы тоже самое поможете развитию канала тема сегодняшней передачи у нас будет продолжение о темы игрушек и я отвечу на конкретный вопрос это маша задала его хорошая ли игрушка полер и стоит ли ее приобретать у нее немецкая овчарка она еще дополнительно спрашивает можно ли переориентировать ее собаку на именно на игровую мотивацию я думаю что с немецкой овчаркой которая по сути своей является как бы азартным животным и очень сильно любит играть игровую мотивацию не составит никакого труда и сейчас я продемонстрирую именно вот такую игрушку и игрушку вот такую вот то есть разница в чем заключается сейчас я это продемонстрирую конкретно снимаю я один у видеооператора у меня нету я сейчас продемонстрирую смотри я буду бросать вот эту вот игрушку ну в принципе она полетела полетела и упала до немецкая овчарка как любое азартное животное просто неся портировочный предмет вот он сейчас принес его это очень даже хорошо теперь я продемонстрирую тебе разницу вот эту вот он уже у меня пытается ее выхватить да а кто тебе разрешил можно разве так делать смотри я сейчас буду бросать и что будет происходить я не знаю видно не видно здесь но он катится он конкретно катится то есть он представляет из себя более такую живую игрушку если эта веревочка просто упала и лежит да дай то а пулер он вот он катится вот он катится и собака бежит и преследует для нее это более напоминает какую-то объект живой и поэтому более охотно с ним играет также можно взять его смотри вот так вот за руку да за руку и мы с собакой начинаем перетяжку уже играть то есть это настолько универсальная вещь что просто обалдеть дай вот он видишь катится а теперь я брошу опять веревочку нет вот я бросил просто веревку было был бы у меня штатив дайска был бы у меня штатив а теперь я брошу пулер и веревку и кто зачем побежит потом на веревку даже не обратил внимание он сразу побежал за пулером вот вам пожалуйста и выбор собаки вот она лежит веревка зубах у него пуля а самое-то прикольное в этом во всем понимаешь то есть когда мы начинаем заниматься дрессировка собаки то именно вот это вот мотивационная игрушка это и есть тот самый предмет и он должен быть желанным и когда у вас более подвижная игрушка когда она представляет для себя и для собаки интерес вы можете манипулировать животным соответственно я рекомендую приобрести пулер это первое потом я рекомендую приобрести не один пулер а два пулера то есть есть некоторые методики которые основываются на том чтобы ну например команда дай до команда порт вы будете собаку заманивать и эти игрушки должны быть одинаковые то есть если у вас собака не приносит вы в руках держите такую же игрушку но это уже тема других передач вот но тем не менее я вам рекомендую если будете брать он стоит не так дорого там порядка 250 рублей приобретайте два сразу же то есть это вам пригодится при дальнейшей дрессировке так с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег маша я рекомендую тебе приобрести этот пулер так что заслужите доверие заслужить уважение у вас все получится спасибо